В селе Глиноя огородник поливал помидоры и сжег 7 гектаров сухой травы, соседские огороды и сарай. Мужчина курил, окурок бросил в сухую траву и зашел в дом попить воды. Когда вернулся во двор, все уже полыхало. Пламя чуть не добралось до автозаправки. Наталья Ткачук побывала на месте пожара и нашла того самого курильщика. Вот так выглядел этот карьер вчера. Видео сделали на телефон из проезжающей машины. А вот такими карьер и сгоревшая земля были сегодня. 7 гектаров земли выгорело полностью. До ближайших домов здесь рукой подать. Сегодня мы приехали на место, где произошел пожар и обнаружили еще тлеющие участки. Стена дыма. Огонь поднимался на несколько метров вверх. Вызывали пожарных и помогали все, кто только мог. Местные из Глинова работники автозаправки, к которой огонь уже подбирался. Водители просто останавливали машины на дороге, чтобы помочь. Когда с холма поднималось, ну блин, два метра доходило. Он потом как бы начал гасать и ветер был сильный в эту сторону. Откуда пошел пожар, гудит все село. Оказалось, полыхать начало у Ивана. Его дом четвертый от дороги, огород не огорожен забором. Мужчина сам признался, мол, вышел полить помидоры с сигаретой в руке. Курил там, я думаю, шелку. А ты выбросил бучок. Ну я вроде потушил, но я так думаю, а кто знает. Иван ведет на место, откуда начался пожар. Вот помидоры, брошенный шланг и сухая трава. Говорит, бросил бычок и зашел в дом попить. Когда вернулся во двор, огонь уже стоял стеной. Я не думал, что дойдет наш последний дом. Погода стала союзником огня. Огонь разошелся за минуты. Дом Марии Гавриловны второй от дороги. Векер оттуда шел. Сараи и хозяйственные постройки во дворе сгорели дотла. С ними-то ладно, это всего лишь дерево. А вот пса пушистика жалко. Он был привязан у будки, его спасти не удалось. Страшно, страшно. Тушили всем селом, кто ведрами, кто шланг тянул. В это время пожарные пытались отрезать огонь от домов. Все соседи участвовали дружно, все, кто мог. Вот даже ногу немножко ошпарил вчера варять. Четыре пожарных расчета из Слободзеи, Днестровска, Первомайска и Стирасполя все потушили, когда уже стемнело. Это один из самых крупных пожаров этого сезона. Если так пойдет и дальше, в республике вполне могут вновь ввести противопожарный режим, как это было два года назад. Вполне возможно, что ситуация повторится. Потому что по погоде этот год примерно такой же, как и 22-21 год. Температура не падает, перспектив дождей нету. Поэтому мы готовимся, очень готовимся серьезно к большому количеству выездов. Это ремонтируем технику, настраиваем ее и настраиваем людей. Пару дней назад горело поле с пшеницей у паркан. На прошлой неделе лес под рыбницей. Только вчера по республике было 17 подобных вызовов. Жарко, сухо, много сухой травы. Вспыхнуть может в любой момент и где угодно. Особенно опасны заброшки, стихийные свалки и пустыри. Наталья Ткачук, Данила Кузьменко, ТСВ.